Константин Сёминым Страшная эпидемия, заговор масонов, рептилоидов А где истина? Где истина? Самое главное, что это такое? В чем опасность, если есть такая опасность этого коронавируса? И чем это нам грозит, лично нам, в нашей стране? Ну, ты знаешь, я с момента, когда об этой пандемии заговорили, только слежу за тем, как развиваются события, преимущественно по иностранным источникам. Я читаю европейскую прессу и смотрю телевидение, американское постоянно, недийное пространство мониторю, где могу стараясь знакомиться с тем, что пишут в Азии. И на основании всего этого такую для себя картину, я ее и стараюсь в программах, в общем-то, с первого выпуска, когда мы в январе об этом только начали говорить, стараюсь рисовать примерно такую картину. Какую картину? Это не просто грипп. Эта история многократно опаснее гриппа. Эта история не угрожает существованию человечества. Это не эпидемия в классическом понимании слова, это не чума средних веков, которая выкосит и сделает безлюдными наши города. Нет, этого не произойдет. Но это существенно более опасное заболевание, чем обыкновенные гриппы, когда говорят, что там или ДТП гибнет столько же, сколько от коронавируса, или от обычного гриппа гибнет столько же. Нет, это неправда. Статистика говорит о том, что от этого гриппа, от этого штамма, от этого вируса погибает значительно больше, в 10-20 раз больше людей. Это все равно не означает, что вымрут люди на планете или в России не останется людей, но это очень много людей. Речь идет о чем? Да, скорее всего, хотя последняя статистика не подтверждает эти первоначальные предположения о том, что гибнут преимущественно люди со слабым здоровьем, и старики. Уже есть случаи, когда младенцы погибали. Уже есть даже по Москве, вы видите, есть статистика, что в основном подвержены этому заболеванию молодежь, и невозможно пока точно определить, каковы характеристики, как он выбирает. Нет пока точных данных, одинаковые лишь там мы хозяйничают, допустим, в Италии, в Соединенных Штатах, в Китае, и пришлись теперь к нам. Это один и тот же вирус, или это уже модификация какого-то изначального вируса? Мы пока этого не знаем. Вовсю, в полный рост сейчас продемонстрировано отсутствие координации между государствами. Вот то, что пытались в рамках Большой двадцатки перед Дмитрием Анатольевичем Медведевым сконструировать, господа капиталисты, дескать, они все понимали, что случился кризис 2008 года, и надо что-нибудь делать. И вот они предприняли такую жалкую, невнятную попытку. Помнишь, они фотографировали все большая двадцатка, там скалили зубы, обнимались, про мировое правительство что-то там в Довоссах рассуждали, и они предприняли попытку сейчас как чего-то там как-то координировать. Ничего же не получилось. Абсолютно вся эта глобализация пошла по шваму в последние несколько лет. Каждый начал перед волной нового экономического кризиса спасать свою собственную шкуру. А теперь выясняется, что и кризис-то может быть не единственная угроза. Но никаких механизмов взаимодействия, координации нет. Делегация Всемирной Организации Здравоохранения хочет высадиться в Пекине, а им говорят, до свидания, ребята, у нас тут свои интересы. Китайцы хотят помочь американцам, прислать им маски или тест-наборы, тест-киты. Американцы говорят, идите нафиг. У них люди умирают, им надо бы в принципе принять, они не принимают. Да, они признают свою беспомощность. Конечно, у них под носом есть страна, у которой высочайший уровень при всей нищете, при живодерских санкциях, которые в отношении нее, в отношении Куба действуют. Но тем не менее высочайший уровень медицины, все-таки именно кубинское сейчас лекарство используется для профилактики коронавируса, в том числе и китайскими врачами, китайскими медиками. Но нет, они к кубинцам не обратятся никогда. То есть вот этот вот главный лозунг живодерский, умри ты сегодня, а я завтра, и каждый за себя, он продолжает действовать. Поэтому никакой координации нет перед этой угрозой, с которой может быть в иных обстоятельствах консорциум государств, объединенных каким-то общим планированием, да, общими усилиями, мог бы справиться. Сейчас ничего общего нет, и каждый идет по этим граблям друг за другом, идут все по очереди в одиночестве. Сначала в Италии говорили, что нет, эта китайская зараза до нас не дойдет, она дошла. Италия рухнула. В Америке была реакция такая же. Сейчас самый популярный ролик, вроде пока еще не отменили американские выборы. Самый популярный ролик со стряпанной демократической партией, это высказывание друг за другом, смонтированное высказывание президента Трампа по мере того, как этот кризис разворачивался. Сначала он говорил, что это вообще ничего, что у нас пять человек, вы к весне, к концу весны уже забудете об этом. Он отмахивается, отмахивает, потому что все меньше и меньше отмахивается, и наконец он приходит к выводу, что да, это катастрофа, когда губернатор Нью-Йорка, взрослый мужчина, практически в слезах начинает кричать, друзья, мне нужно 40 тысяч, из аппаратов искусственной вентиляции легких у меня есть в запасе три, и из государственного резерва мне могут прислать 300, куда я буду складировать трупы. И на улицах Нью-Йорка появляются морги-рефрижераторы, грузовики. Я такие грузовики помню в Луизиане во время урагана Катрина, который, кстати, тогда очень наглядно продемонстрировал, я еще совсем молодым человеком, молодым корреспондентом освещал эту историю, продемонстрировал бессилие, в принципе, системы, построенной на рыночных отношениях и на вот этой вот системе разделения властей. Бессилие такой организации перед лицом сколь-либо существенного вызова. Соединенным Штатам не приходилось сталкиваться ни со вторжениями, ни с по-настоящему грозными стихийными бедствиями, которые бы продолжались не несколько дней, как ураганы это делают, а вот хотя бы как Катрина. Вот Катрина в Новом Орлеане, которую я видел своими глазами, где вводился комендантский час, где трупы плавали по канавам, где принималось решение сначала белых, эвакуируем потом черных, потом иностранцев, а российские студенты сидели на крышах и дожидаются, когда за ними приедут, как самые-самые последние люди, никому они вообще были не нужны. Вот я увидел абсолютную беспомощность и бессилие тогда этой системы, и это чувство вакуума власти, страха анархии, когда вроде бы процветающий город, в котором проводятся маскарады, которые снимаются голливудскими режиссерами, в мгновение в око превращается в остров Гаити, где с тобой могут сделать все, что угодно, где разъяренные толпы стреляют по спасательным вертолетам, и эти спасательные вертолеты падают, и поперек дорог бросаются доски с гвоздями, и останавливаются машины, и хозяина могут убить для того, чтобы просто слить бензин из его бака. Это происходило на моих глазах в Новом Орлеане, в 20 веке в Соединенных Штатах Америки. И вот это все, я думаю, сейчас просто нам суждено будет испытать уже на собственной шкуре, ведь мы на протяжении этих 20-30 лет строили у себя хилую, убогую, хлипкую, но как ни крути, копию американской системы. Госпожа Голикова на питерском экономическом форуме во всеуслышание объявляла о результатах, она гордилась этими результатами, что в стране уже 3,5 миллиарда частных рублей инвестировано в медицину, частные клиники открываются, частные больницы. И вот теперь получается, что эти частные больницы оказываются так же, как государственные, обезвоженные, обескровенные больницы перед вот этим девятым валом. В чем опасность этого вируса? Этот вирус может не угрожать тебе, допустим, человеку здоровому с исправной иммунной системой, хотя иммунная система непредсказуема, она может быть твоим врагом, и она может стать здоровой иммунной системой, стать причиной того, что в легких поселился вирус. Там, я не знаю, если кто-то не изучал, изучите. Там в чем проблема? Блокируется усвоение организмом кислорода. Альвеолы, вот эти маленькие пузырьки в легких, они просто блокируются. И человек не может дышать. И он вроде как живой, но через некоторое время он будет неживой. И для того, чтобы его поддерживать, пока организм борется с инфекцией, нужен аппарат искусственной вентиляции легких. И тут мы упираемся вообще-то в системную экономическую проблему, в проблему промышленности, производства и организации медицинских аппаратов, самих этих аппаратов искусственной вентиляции легких. Производства медикаментов, извините меня, есть у тебя фармацевтическая промышленность или нет у тебя фармацевтической промышленности? От кого ты зависишь в производстве этих медикаментов? Есть у тебя научный институт или нет у тебя институтов? И выясняется внезапно, это то же самое, вот то, о чем мы еще в сентябре и в октябре говорили в программе о ГИТПРОП. И на меня как стая там шакалов набрасывались наши современные придворные охранители с криками, что я нагнетаю, что я преувеличиваю. Но выясняется, что у тебя нет собственной фармацевтики, фарминдустрия разрушена. У Советского Союза она была. И были примеры того, что лекарства, созданные в Советском Союзе, получали патенты на распространение и употребление в Соединенных Штатах. В конце 80-х такие примеры были. А сегодня выясняется, что у нас фармацевтика и фармакология это фактически точно такая же производная от западного рынка медицинских средств и медицинских технологий, лентов на лекарства и так далее. Как, допустим, наша автомобильная промышленность? То есть мы создали точно такую же копию. Внутри мы вступили в ВТО и получили вот такой же придаток. И вот сейчас этот придаток оказывается перед необходимостью сражаться с вызовом такого масштаба. Я очень долго и витиевато подхожу к главной мысли, но главная мысль заключается в чем? Чего необходимо бояться? Это страшная вещь. Она страшная. Если кто-то не верит, зайдите. Я одним глазом постоянно смотрю, допустим, прямую трансляцию из американских госпиталей. Там друг за другом американские телеканалы вводят в эфир то одного врача, то другого. Это не актеры голливудские. Это не Брэд Питт и не какая-нибудь Анджелина Джоли играют в белых халатах этих врачей. Это действительно измотанные люди, на которых брошена страшная сумасшедшая нагрузка. Они плачут так же, как плакали только что итальянские врачи. Они почему плачут? Не потому что конкретному человеку помочь нельзя, а потому что масштаб нагрузки на них оказывается просто колоссальным. Они не в состоянии с этим справиться. То есть опасность заключается не в том, что кто-то конкретно и не выдержит 80-летний человек, хотя и эта трагедия всегда, и бороться за жизнь каждого человека необходимо. Если уж мы называем свое государство социальным, а не социал-дарвинистским, то мы должны бороться за каждую жизнь. Неважно, сколько человеку жить еще там написано на веку. Страх и ужас заключаются в том, что возникает нагрузка на медицинскую систему, на всю систему здравоохранения. Невероятная, одномоментная. И вот эти вот кривые, которые рисуются, они абсолютно справедливы. Кривые рост распространения заболевания. Вот этот резкий рост количества обращения в систему здравоохранения приводит к ее коллапсу. А не нужно забывать, что у нас помимо коронавируса есть у нас что-то других проблем. У нас есть те же самые ДТП, которых 30 тысяч, а кто будет 30 тысяч в год гибнет людей. Это каждый день кому-то нужно оказывать помощь. Каждый день кого-то нужно вытаскивать с того света. У нас есть сердечно-сосудистые заболевания. У нас есть, извините меня, онкология. У нас есть бытовые травмы, алкоголизм и черт знает что еще за эти последние постсоветские годы приобретенные. Кто будет со всем этим справляться, если все ушли на фронт, что называется, на фронт борьбы с коронавирусом. Врачи говорят, а мы, понимаете, мы никогда не сталкивались с необходимостью выбирать, кому жить, а кому нет. А вот это то, перед чем их ситуация фактически ставит. Я даже не говорю сейчас о том, а сколько вообще таких специалистов, которые, ну, в принципе, есть аппарат искусственной вентиляции легких, а сколько человек его могут обслуживать. А там есть разные технологии, потому как пациент должен быть подключен к этому аппарату. В некоторых случаях считается, что там существенно увеличиваются шансы выжить, если пациента постоянно, ну, я грубо объясняю, да, постоянно переворачивать. Это должен делать квалифицированный медработник, медбрат, медсестра. Где их взять, если у нас сплошная оптимизация, если люди вышвыривались на улице, если мы жили в других условиях, мы все краили по, так сказать, нашим коммерческим. Кто может платить, тот может платить. И еще одно обстоятельство, которое вскрывается сейчас, и вроде бы к вирусу имеет отношение, но с другой стороны и не имеет. Это наше тотальное абсолютное разгильдяйство. И то, что за 20-30 лет, что ельцинских, что путинских, воспитано поколение людей, которые привыкли во всем действовать только исходя из собственных интересов. Я вот сейчас поток писем после очередной программы получаю. Приехал человек из-за границы, врач приехал из-за границы, диагностирован коронавирусом, проводит встречи со своими подчиненными и тех отправляет в частная клиника, продолжает принимать пациентов. И врачи понимают, что если они возвысят голос и как-то с этим не согласятся, они будут уволены. Ведь самый страшный страх, который идет за этим коронавирусом, это страх безработицы. Страх остаться один на один с коллектором, один на один с банком, один на один с голодными детьми. И человек выбирает, что лучше. Я переболею этим вирусом, даст бог кого-нибудь не заражу и промолчу о том, что я видел сейчас, что вот этот человек, мой начальник или хозяин бизнеса ходит и всех заражает. Или я потеряю работу. И люди выбирают, конечно же, исходя из этого принципа, умри ты сегодня, а я завтра, выбирают промолчать. И это начинает распространяться со страшной скоростью. Вот что по-настоящему опасно. В Москве хотя бы есть какая-то система мониторинга. Здесь хотя бы высочайшая концентрация наших всяких там блогеров, журналистов и прочих людей, на которых нельзя не обращать внимания. Как мы знаем чуть что, сразу же устраиваются многотысячные демонстрации. А что делать регионам, где вообще никто не вспомнит? Ну, умерла бабушка и умерла. Коронавирус это был или старость просто. Она и вчера умирала, и позавчера умирала. Никто даже слезу не пролил. Ну, отпоют в церкви и так далее. И поэтому я считаю, что вот из этих двух крайностей, одна крайность, что, дескать, ничего страшного не происходит, а другая крайность, что ужас-ужас, мы все умрем, обе крайности страшны. Потому что в одном случае распространяется беспечное, такое вот благодушное, наивное отношение к, в общем-то, серьезной проблеме. И это что провоцирует? Это провоцирует распространение заболевания. Потому что, как ни крути, бороться с этим заболеванием нужно в первую очередь с помощью очень простых, известных мер профилактики. Одна из самых действенных мер это действительно карантин. Но этот карантин нужно вводить заранее, его нужно вводить дисциплинированно, организованно и делать это так, чтобы каждый понимал, почему это важно. Чтобы люди не относились к этому наплевательски, не относились к этому как к тому, что их обкрадывают, просто лишают рабочих дней и зарплаты за эти рабочие дни. Не относились к этому как к выходному дню, когда можно пожарить шашлыки и просто попить пивка на газоне. Необходимо разъяснять. Тут, понимаете, тут вываливается комплекс всех проблем сразу. Нужна действенная пропагандистская машина, информационная машина, машина принуждения и убеждения. А у нас есть такая машина, которая пользуется абсолютным доверием населения. Нет такой машины. И тут оказывается, что все наши сияющие ослепительные пропагандисты, они не пользуются доверием тех людей, которые вроде бы, согласно официальной статистике всех телеканалов, которые вроде бы им доверяют, не пользуются. Получается, что все вопли, обращенные там с телеэкранов, друзья, берегите себя, друзья, следите за собой, друзья, не подвергайте свою жизнь и жизнь окружающих опасности. Все эти вопли, их игнорируют просто. Вы вчера нам врали, вы сегодня нам врете, вы просто нас пугаете. Да я вообще телевизор не смотрю, понимаете, в чем ужас-то. Игла Останкинской телебашни, она источена ржавчиной. Это очень важный для государства инструмент. Он необходимый инструмент. Если бы из Матюгальника в июне 41-го года лились какие-то другие речи и другим человеком произносились эти слова, то им бы не верили, то эффект был бы совершенно иным, понимаете. Вот что страшно. Получается, что это момент, когда испытания на прочность проходят все несущие конструкции государства. Внезапно тем людям, которые уповали на то, что они в домике, их это не касается, мой холодильник полон, моя кредитная карта полна, я вообще за границей, меня это не касается, мой бизнес не пострадает. Внезапно оказалось, что нет таких людей, которые в домике. Внезапно оказалось, что касается всех, а тот, кто еще не понял этого, что его тоже касается, он в ближайшее время очевидно и обязательно, и что хорошо в этом, как нецинично это звучит, хорошо то, что обязательно поймет. И вот в этом, наверное, единственная положительная сторона кризиса, которую я бы мог отметить. То, что он разрушает иллюзии у тех, кто этими иллюзиями жил и сам, как коронавирус, иллюзии вокруг себя распространял. Вопрос все-таки самый главный. Как он ударит по простым людям с точки зрения экономики, потому что действительно вот этот простой, который будет много недель, хорошо, госпредприятия там стоят, ладно, им там что-то выплачивают, какую-то ставку и то, она, по-моему, минимальная. Но вот частные всякие разные мелкие бизнес-компании, они же просто будут разрядаться. Значит, что люди, которые там работают, которые сводили с концами просто-напросто, у которых кредиты, ипотеки, да, куда они пойдут, что будет с ними через месяц? Сейчас уже официально карантин в Москве до 14 апреля, то есть две недели. Люди не будут работать две недели. Я вижу проблему даже более широко, чем ты ее описал сейчас. Как работала экономика до сих пор, и на вашем канале, и на нашем об этом говорили постоянно, никто не слушал. Как работает экономика сейчас? Есть несколько отраслей, которые производят, извлекают точнее прибавочную стоимость. Там есть работяги, которые качают нефть в Тюмени, в Тюменской области, которые гонят прокат где-нибудь там на Новолипецке или в Нижнем Тагиле, или на ММК. Все это дело, что алюминий, что чермет, что или арматура, что нефть или цветные металлы, все это отправляется за границу. Есть ограниченное количество людей в стране, которые заняты вот этим вот производительным трудом в сфере извлечения сырьевой ренты нашей олигархии. Правильно? Это все отправляется за границу, мы получаем валюту, а дальше эти валютные поступления размазываются по всей стране. И вот тут вот достается малому бизнесу кусочек, и малый бизнес получает возможность штаны продать кому-нибудь, кто получил через все эти... Ну, так пищевая цепочка устроена, правильно? Для того, чтобы питались паразиты уж, извините меня, хищник должен пойти и что-нибудь где-нибудь сожрать. Вот наш единственный хищник в стране, они хотели вырастить крупных национальных чемпионов, такие же страшные транснациональные компании, как у американцев в сфере торговли вооружениями, в сфере атомной промышленности и так далее. Не получилось, не везде и практически нигде их на мировой рынок не пустили. У нас эти хищники опять по-прежнему остаются в сфере энергетики, в сфере сырья. И вот эти хищники кормят, как коровы, кормят всех остальных. А что происходит-то на самом деле? Речь же не о том, что на две недели закрывается малый бизнес. Не малый бизнес формирует лицо экономики и воловой внутренний продукт. Нет, не он. А дальше происходит то, что это дело все спровоцировало новый виток глобального экономического кризиса. И тут возникает вопрос. Если у вас вся экономика основана на этом перераспределении того немногого, что добывают несколько сырьевых корпораций, как вы собираетесь в этой ситуации выживать? Что вы будете производить и кому вы будете продавать? Раньше вы продавали сырье и еще раз повторюсь, эту сырьевую ренту размазывали по всем остальным отраслям. Сейчас вы будете размазывать что? У вас нет собственного рынка, у вас нет собственного потребления, у вас нет собственного производства. Вы полностью зависите от внешних рынков. Завтра, точнее, вчера эти внешние рынки уже схлопнулись. Эти рынки схлопнулись сейчас. Америка в ужасе. Она говорит сейчас. Я смотрю еще раз трансляцию из зала заседаний Конгресса. То, что они принимают сейчас на 2 триллиона план помощи корпорациям только, это беспрецедентная, чрезвычайная мера, которая превосходит даже 700 миллиардный ТАРП Барака Обамы. План по спасению крупнейших банков Уолл-стрит в 2008 году. Это чрезвычайная мера. Они 6 триллионов запланировали напечатать. И этого, судя по всему, им не хватит. Потому что на кону, на носу банкротства очередных ипотечников, все же это пузырь раздувался. Их способ лечения кризисов, в принципе, в масштабах всей глобальной экономики был очень прост. Мы вышибаем пузырь пузырем. Набивание денег и все больше. Выдувался новый пузырь. Вот сейчас они раздули пузырь, который, по всей видимости, наткнулся на пузырь вируса. И что с этим делать, совершенно непонятно. И тут возникает вопрос, который перед человечеством возникал уже в начале 20 века. А кто в таких ситуация может выжить? Какая экономическая модель способна в этом штормовом море удержать общество на плаву? И выясняется, что нет, вот такая экономическая модель не способна. Нет, нет, нет. И вот я боюсь, что экономический кризис, и я думаю, что я не один, кто так считает, и в Европе, и в Америке, и в России, и в Азии. Страшно подумать, что будет происходить в Африке. Самое главное, что он за собой повлечет, это безработицу. Массовую безработицу и обнищание. А это означает неминуемо, как показывает нам история, резкую радикальную поляризацию и политизацию общественных настроений. То есть те люди, которые до поры до времени пребывали в таком мелкобуржуазном, мещанском анабиозе, которые думали, что их это не касается, меня не касается, ходит какой-то дурачок с каким-то плакатом, он лезет, им всегда больше других надо. А вот теперь, это у Владимира Ильича Ленина все описано, и у Карла, не помню, как его батюшке подскажут, там разные борцы с теориями заговора. У Маркса это все описано. Пролетаризация мелкобуржуазного элемента. Люди, у которых были маленькие бизнесочки, начнут их терять и окажутся на пороге вот тех самых потрясений, на пороге нищеты и голода. И они начнут задавать себе вопросы, что же это такое и чем я заслужил. Я же просто вел хозяйство, я же просто торговал, я же хороший, у меня было 4 сотрудника, да, я их обдирал, да, я их грабил, но в принципе я же не делал это так, как делал вон тот огромный там монополист, который грабит меня. Все как бы внутри этой вот пищевой цепочки, где все жрут всех потихоньку, а на самом низшем звене находятся наиболее бесправные, бессловесные и наиболее ограбляемые, казалось, что эта система стабильна, выясняется, нет, она не стабильна. И люди начнут задавать вопросы. И вот это вот самое-самое, конечно, бурная и тревожная пора, мне кажется. Я не вижу магических способов, которые позволили бы, и слишком далеко уже все зашло, которые позволили бы правящему классу в нашей стране, в Германии, которая также в ужасе трясется перед этим перспективой, не кризиса вирусного, кризиса экономического. И в ужасе принимает план спасения экономики на 600 миллиардов евро. Как они это могут остановить? Кризис открыл, можно сказать, ящик Пандоры и вызвал цепную реакцию какую-то определенную, которая будет только нарастать. Да, я согласен, но я бы просто не хотел, чтобы в появлении этого вируса кто-то начал усматривать какую-то... Божью кару? Ну да, что в этом есть что-то сверхъестественное, потому что если бы не произошло это, произошло бы что-нибудь еще. Но там, где слабо, там рвется. Именно, да. То есть это не обязательно мог бы быть вирус. Просто это та ситуация, посмотрите, как ни парадоксально, но те общества, в которых еще сохраняются элементы социализма или планового управления экономикой и общества в целом, мы можем говорить все, что угодно о Китае. Да, там есть капиталистические элементы и очень серьезные, и уже неизвестно, в какую сторону Китай вырулит в конечном счете. Но там сохранилась система массовой мобилизации, организации и худо-бедно, а по сравнению с Италией очень даже не худо и очень даже не бедно. Она сработала. А такие страны, как Куба, мы что-нибудь слышим, а то и не потому, что там, знаете, запрещают. Вокруг Кубы там со всех сторон летает такое количество стервятников или вокруг той же Северной Кореи, которые на следующий день рассказали бы, если бы у них там были массовые захоронения. Да они туда бы им подбросили еще, чтобы побольше помирало, чтобы только продемонстрировать то... Ну вот как с Венесуэлой, например, они сейчас пытаются сделать. Но, тем не менее, нет. Я, кстати, это наблюдал. Я начал с Катрины, с урагана 2005 года. Я это наблюдал тогда и на примере Кубы тоже, потому что ураган, который разрушил дамбы в Новом Орлеане, в результате чего город оказался затопленным, перед этим прошелся по Кубе. И вот количество погибших в Америке, вот этот ужас весь, я говорю, трупы, кошмар, разложение на улицах, полный распад морали и нравственности, мародерство, жестокость там, чего я там только не насмотрелся. Ну, то есть, не прямым свидетелем, но опосредованным свидетелем, чему я там только не был. И Куба, которая организовала быструю, успешную массовую эвакуацию, и там погибло несколько человек. И то, что это два разных подхода, один подход, в результате которого как бы спасаются, только избранные. Ну, есть у тебя деньги, будет у тебя аппарат искусственной вентиляции легких, есть у тебя большие деньги, ты можешь нанять человека, который будет им управлять. А так сам себя будешь прокачивать, если что. То есть, вот эта система, ну, это как, собственно говоря, любая кризисная ситуация, как Титаник. Если в Титанике при спасении пассажиров и экипажа начинают думать исключительно о богатых, то гибнут все. Если начинают действовать какие-то иные правила, которые человечество для себя вырабатывало в кризисные моменты, то тогда появляется шанс на спасение у большего количества людей. То есть, здесь никак не деться от того, что человек не может бороться с такими напастями, с такими проблемами, с такими вызовами. А и вирус, и безработица — это синонимичные вызовы. Не может бороться с ними в одиночку. Действовать необходимо коллективно. И вот это вот чувство... Нам пытаются сейчас этот коллективизм, знаете, вроде бы как только что нам объясняли, что человек человеку волка и собака, и мы должны все друг с другом конкурировать. И конкуренцию внедряют вплоть до первого класса, финансовые грамотности учат детей, все кругом предприниматели. А с другой стороны, хочется, чтобы была солидарность, солидаризм даже точнее сказать. Чтобы магнат и батрак в одной упряжке боролись с наводнением или с каким-нибудь пожаром. Как будто бы у них одинаковое все. Нет, у них не одинаковое. Но в то же время в одиночку ни бедный, ни богатый с этим не справятся. Действовать могут только люди, объединенные каким-то усилием, какой-то идеей в первую очередь. И только на основании этой идеи у них может появиться план. То, чего наши власти и наш правящий класс боятся как огня. Ведь они боятся общественной формы собственности на средства производства в первую очередь поэтому. Потому что это неминуемо влечет в свое появление государственного планирования. Планирование в интересах большинства. А это не подходит, это не укладывается в логику капитализма. Костя скажи пожалуйста, а вот сейчас же я знаю, что на самом деле государство очень многим владеет. У нас можно сказать сейчас госкапитализм. Ну по сути дела государство приватизировали олигархи, условно говоря. И вот этот мелкий бизнес как раз-то он сейчас и погибает. Опять же я не то, что там я вот сейчас защищаю мелкий бизнес, но это люди, которые в этой системе пытаются как-то выжить и захватывать рынки эти корпорации. Вроде бы есть некое планирование корпораций и получается вот в этом госкапитализме человек тоже винтик. Человек тоже винтик системы. Совершенно правильно. И поэтому Владимир Ильич Ленин говорил, что социализм это государственная монополия, обращенная на благо общества. Конечно же, государственная машина создается буржуазным классом и приватизируется им. И когда мы говорим то, что нужна национализация, мы вовсе не имеем в виду, что нужно, чтобы очередная монополия государственная взяла и все сожрала. Ну то есть, конечно, можно так рассуждать, что давайте мы все передадим на баланс того или иного супер монополиста, но при условии, что мы потом этого монополиста национализируем самого, всю власть, всю государственную систему, мы национализируем и заставим работать в интересах трудящихся. Как? Установить два важных параметра, которые отличают капиталистическое государство от социалистическое. Первый – диктатура пролетариата, то есть диктатура тех людей, у которых нет собственности на средства производства. Второе – это советская власть, то есть советы, то есть органы коллективного управления. Вот в этом случае эти страшные монополии, разоряющие сегодня лавочников поодиночке, они не будут ему больше страшны, потому что они будут работать в его интересах, а не наоборот. А так, безусловно, ты абсолютно прав. Поэтому, когда нам сегодня пытаются противопоставить этот аргумент, что вы требуете больше социализма, а у вас и так сплошной совок, у вас же и так все... У нас не совок, у нас тотальная монополизация в интересах картелей, в интересах корпораций. Именно так и было в Российской империи в начале 20 века. И американская экономика ничем здесь от нас не отличается, мы берем полностью пример с нее. Кто не понимает, ну посмотрите. Там просто государство приватизировано корпорациями. Непонятно уже, где государство начинается, а где начинается Boeing. В чем разница между Boeing и государством? Их интерес... Не так, не просто так же сказано, что хорошо для General Electric, то хорошо для Америки. Вот в чем их модель. А это называется, по большому счету, если уж говорить со всем, это называется корпоративизмом. Такая модель называется корпоративизм, когда интересы корпорации и государства сливаются. И корпоративизм вообще-то это официальная идеология итальянского режима 30-х годов, да. И национал-социализма 30-х годов Германии. То есть это не то, что я хочу заклеймить каких-то конкретных наших там олигархов, хотя я не против было их заклеймить. Это то, что это естественно, есть логика развития болезни, например, ну вот того же самого коронавируса. Сначала ты прикоснулся к дверной ручке, потом ты почесал за ухом, через какое-то время ты начал кашлять и через неделю ты лежишь под аппаратом искусственной вентиляции. Вот то же самое просчитано давным-давно теми людьми, которые изучали политэкономию, которые сегодня незаслуженно забыты, то же самое просчитано и для экономического организма. Сначала у тебя есть общество свободной конкуренции, о котором мечтают сегодня многие наши так называемые либертарианцы, где есть там самовыражение, стартапы, все дела, ну как на Диком Западе, пока у тебя есть кольт в 19 веке. Да, это бурно развивается сначала, потом приходит монополий, все сжирают, приходит Морган, приходит Рокфеллер. Вот, потом эти Рокфеллеры, Морганы сливаются с государствами, со своими, в каждой стране. А потом они начинают делить уже карту планеты. А чьими руками они будут ее делить? Да вашими, ребята. Вас они сформируют в ударные колонны и отправят, убивают друг друга на фронт. Вот, это очень простая схема, и эта схема работает. Да, когда будет вирус, они закроются в своих бункерах, улетят на своих самолетах, а вы будете подыхать здесь. Вопрос в том, куда они улетят. Вот формула, которую тоже неоправданно забывают насчет того, что нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Ну, мне понравилось то, как об этом высказалась газета Guardian английская. Проблема миллиардеров в том, что куда бы они ни улетали, где бы они ни прятались, они везде берут с собой себя. Кость, еще вот такой вопрос все-таки конкретно по вот этому карантину. Некий сенатор Клиша сказал, что это не конституционно то, что сейчас происходит. Грубо говоря, это не федеральная власть объявила. Это объявил Собянин, и это вроде бы незаконно. Опять же, регионы стали сами вводить чрезвычайное положение, опять же, сами по себе. То есть какая-то идет раскоординация. Нет у тебя ощущения какого-то бардака, и вообще к чему это может привести? Не может ли это привести там условно к развалу страны? Вот то, с чего мы начали, что система очень хрупкая во многих своих элементах. Я об этом говорю очень давно. А те люди, которые пытаются внушить окружающим противоположную точку зрения, что у нас все стабильно и очень хорошо забетонировано, они, мне кажется, выполняют очень деструктивную функцию. Они распространяют вот те самые иллюзии. И это касается не только вот вируса, то, что вот может все прийти в движение. Все до сих пор, спустя уже столько лет после 98-го года, после 99-го года, до сих пор сшито на такую гнилую нитку, что пойти по швам может по любому поводу. А поскольку, вот мы постоянно слышим, что Ленин заминировал страну, да, что атомную бомбу подложил, и что из-за него-то вот все развалится, на самом деле разваливается все исключительно из-за одного. Советский Союз из-за этого развалился, из-за того, что были по факту, там, с кооператорских времен, начиная даже чуть пораньше, были реставрированы капиталистические отношения. А капиталистические отношения, они к чему приводят? Они возрождают буржуазный национализм в регионах. Ведь первопричина конфликта на Украине, это не то, что есть какие-то непримиримые противоречия между украинским этносом существует, он не существует, сколько угодно можно спорить. И русским этносом. Не в этом дело. Дело в том, что есть интерес украинского капитала, который придумает себе любой этнос, просто для того, чтобы защищать свои завоевания, защищать то, что они получили в результате приватизации. Это всего лишь способ борьбы за рынки, за трудовые ресурсы, борьбы за месторождения, борьбы за предприятия и так далее. Так вот, если это едва не привело на грань, там, и да что там, привело на грань катастрофы России и Украины, то неужели нужно много ума, чтобы понять, что точно такой же взрывной потенциал заложен и внутри самой России? Посмотрите на Поволжье, посмотрите на Кавказ, посмотрите на Хабаровский край, Красноярский край, Дальний Восток и так далее. Здесь все заминировано. Заминировано кем? Заминировано теми людьми, которые в 91-м году за 30 лет в каждом из этих регионов выросла своя собственная местная Азия. Как только она поймет, что ей не выгодно сотрудничество и сожительство вот этого, да, это даже не сосуществование в едином государстве, это сожительство, знаешь, ну вот как вот отношение вот с содержанкой, да, как только не окупается, все это пойдет в разнос. И тут же окажется, что у татар своя дорога, у нагайцев, кумыков, даргинцев, там, Лизгин и какие еще на Кавказе есть, своя дорога и так далее. Кто-то будет моментально смотреть на Турцию, кто-то на Японию или Китай и так далее. То есть это все неминуемо начнет происходить вне зависимости от того, вирус к этому подталкивает или какой-то другой кризис. Как только слабеет вот эта система, она сильна когда? Когда подпитывается постоянно ресурсами, поступающими от сырья за границу. Если это все дело схлопывается, ведь не просто так наши либералы потирают ручки, что, дескать, обвалится нефть и все вы запоете. Для того, чтобы этому противостоять, необходимо, не солидаризм необходим, а необходимо единение настоящее между людьми. Оно может быть плодным и сырным. Так, товарищество такое, братство. Да, чувство товарищества, да. Коллективизм, короче говоря, как вот это называлось. Да, а разве может он быть между богатым, супербогатым и девятым? Ну, конечно, если этот бежит себя спасать в первую очередь там и своих близких, а ты типа пропадай, а ты иди на работу. Я говорю, у меня ящик сейчас завален почтовый. С канами, с прочими делами. Мелкий бизнес мы защищаем. А знаешь, сколько мелкого бизнеса сейчас выгоняет своих там нескольких работников? Работников, да, да, да. Ну, он тоже пытается выжить. Не, не увольняют, а выгоняют на рабочее место, прикрываясь тем, что они, допустим, торговая точка у них, да, имеет право продавать там предметы с санитарной там значимость, гигиены там. Они могут торговать, допустим, курительными смесями, но на прилавок выставят кусок мыла. И они таким образом себя оправдали. А люди ходят в кризисные ситуации, когда они в любой момент могут заразиться, ходят по их воле, по их вине на работу. Может между таким хозяином, между таким работодателем и таким работником быть единение? Многие сейчас, действительно, вот москвичи, я знаю, действительно сидят сейчас на дачах и прекрасно отдыхают. Вот вчера была прекрасная погода, солнышко, но у меня какое-то ощущение такое тревожное все равно, потому что они думают отсидятся, но это действительно похоже на первое время чумы. Мне кажется, никто не отсидится, потому что те противоречия, которые сейчас у нас есть в государстве, они неразрешимы, действительно, ты правильно говоришь, в рамках этой системы. Те люди, которые уединились на дачах, вроде меня, да, я просто живу в деревне. Ну, ты там живешь, да, ты там живешь, да, я понимаю. Да, но я-то вижу, что вокруг. Вот мой район, например, да, который когда-то принадлежал к такому молочному поясу Москвы. Здесь не было никаких поселков, здесь не было никаких в основном предприятий, здесь находилось множество полхозов, которые поставляли в детские сады, в школы молоко, допустим, и так далее. Все это к чертовой матери уничтожено. Уж простите, что ругаюсь, я просто проехал все эти коровники приватизированные, превратившиеся в усадьбы, в поместья и так далее, и в подобные вещи. И теперь население района безработное. В летние дни, когда наступает пора москвичам богатым прибыть на свои куры, население района увеличивается в десять раз. Сейчас что происходит? Все эти люди, которые решили, что карантин – это просто не для них, они повезли. Все то, что они же еще за границей очень активно бывают. Вот все то, что они привезли, ведь там 9 из 10 заражений – это то, что привезено за границей. У нас 70% населения – грандпаспортов. Они за границей слышат из телевизора только, и больше ничего они не знают. В основном летают те, кто может себе позволить. Верно? Так же, как, извините, авиасообщение между крупнейшими городами страны. Это то, кто может себе позволить. В основном люди не могут себе позволить. Даже несмотря на то, что пассажиропоток вроде бы растет. Рос. Сейчас уже неизвестно, что будет. Так вот, эти люди, которые побывали только что в заграницах, чего они ругаются, что куршевелек заразил? А вы, ребят, куршевель, что ли? Те, кто ругается, из чиновничьих кабинетов? Вы, что ли, не туда отдыхать на зимние и прочие каникулы летаете? Вот вы привезли все дело из куршевеля. А сейчас вы это доставите, ну, как вот прямое средство доставки. В регионы. Вы это все сейчас распространите по регионам. В Сочи съездите. Давайте, давайте. В Московскую область, где у вас все тут тоже под контролем и все хорошо обустроено. И до какой-то поры это можно будет игнорировать. Там, где не установлена телекамера, где бабушка умерла, но она и вчера умерла, это никто не заметит. Ну, нет человека, нет человека, правильно? Это же только при Сталине нет человека, нет проблемы. А сейчас безымянных могил-то нету, старики не умирают, о которых никто не вспомнил. И они тоже же безымянные, правильно? И нет человека, нет проблемы. Для пенсионного фонда вон какое шикарное облегчение. Начнется вот это вот все дело в регионах. И конечен ли этот процесс? У меня большие сомнения. Нет у меня уверенности в том, что это вот можно так тихо спустить на тормозах, что просто вымерли все, ну, кто не способен бороться за жизнь. И мы дальше продолжаем движение. Мне кажется, что это бумеранг, который обязательно вернется. И самое главное, что вот я еще раз убеждаюсь, что государства как такового, обращенного к человеку, больше не существует. Это видно сейчас, потому что происходит. Спасибо, Константин. Спасибо. До встречи. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok